Здравствуйте! С вами, как всегда, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное всегда естественно. Новости делятся с вами точкой зрения политиков. А вот мой гость, он пророк, и получил откровение о политике за завесой. Смотрите далее в нашем выпуске. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Мой гость Джон Хэмилл обладает уникальным призванием и трудится в Вашингтоне. Похоже, ваше местоположение выбирал сам Бог, когда посылал вас в такое место, в столицу всех столиц. Это удивительно. На самом деле я получил его видение. Мы находимся на 21 этаже кондоминиума, с которого открывается вид на весь Вашингтон. Даже в самом Вашингтоне мало мест, с которых виден Белый дом. Мы же видим Белый дом, Капитолий, Верховный суд, а также все памятники. У тебя множество историй о том, что Бог показал тебе. Они касаются политической среды, США и мира, но у тебя также есть связи со стратегически важными людьми. Ты объединяешь все это воедино. Я считаю, что это удивительно. Уверен, иногда ты чувствуешь себя своеобразным детективом. Да, когда ты находишься за кулисой, это невероятная честь. Иногда это бывает непросто, но мы видели невероятные перемены современной американской истории. Я очень этому рад. Мы поговорим о некоторых из них. В 2014 году ты услышал самые важные слова. Это история твоей жизни и назначения. Ты услышал слово «перемена». Расскажи нам о контексте, пожалуйста. Да, мы молились за Вашингтон, и Дух Святой проговорил ко мне о тех переменах, которые Он хотел принести в США и наше правительство. Он дал мне главу из книги Даниила, это 7 глава, 22 стих. Там мы видим суд небесный. Ветхи днями занимает свое место, и суд решается в пользу святых. Мы поняли, что Господь желает открыть нам этот вердикт, а именно вердикт перемен. Даниила, 7 глава, 22 стих. Суд в пользу святых против врага. Он готовит святых для управления Его Царством. Почему ты был в Иерусалиме во время этих выборов? Это несколько странно. Расскажи нам. Да, когда премьером выбрали Беньямина Нетаньяху, в каком году это было? Это было в 2015 году. Нас пригласили в Иерусалим, чтобы мы провели время с другом, у которого есть дом с видом на гору Сион. Мы молились о том, когда нам поехать. Дух Святой сказал, чтобы мы поехали и представили тело Христова в Иерусалиме. Бывшая администрация была против Нетаньяху. Они даже отправили лучшего политтехнолога работать на оппозицию, чтобы избавиться от Нетаньяху. Но мы понимали, что Вашингтон не имеет права управлять Иерусалимом или Израилем в целом. Это Божия земля для народа Завета. Это единственное место на земле, которое Бог называет Своим престолом. Мы поехали туда за 10 дней до выборов с вердиктом из Даниила 7 главы 22 стиха. Друзья, к которым мы поехали, сказали... Это удивительная слава. Но они просто не могут исполниться, потому что на Израиль оказывается огромное, просто невероятное давление со стороны администрации, да и не только, но и со стороны окружающих народов. Администрации США, администрации Обамы, скажи прямо. Да, администрации Обамы. Разве это не ужасно? Президент США отправил человека, чтобы изменить результат выборов в Израиле. Так и есть, это ужасно. Нетаньяху выступал против ядерных договоров Обамы с Ираном, которые мы сами считали заветом со смертью. Мы ощущали, что Бог хотел изменить ситуацию. И отправной точкой для перемен был не Белый дом, а и Иерусалим, и Израиль. Он сказал нам, что тот же вердикт, который потряс американский политический мир, он использует для того, чтобы изменить Израиль и Иерусалим и поставить там свои планы. Нетаньяху не должен был победить на тех выборах. Он не должен был победить на тех выборах. Но история говорит о другом. Что же там случилось? Это было невероятно. Несмотря ни на что, Нетаньяху победил. Мы обедали с нашей подругой, и она плакала. Она сказала. Стали известны результаты. Несмотря ни на что, ваш вердикт перемен из книги Даниила 7 главы исполнился. И так как Бог был доволен тем, что вы молились за эти перемены, Он дал вам обетование о Соединенных Штатах Америки. Так и есть Сид. Это было удивительно. Знаешь, ни одно из мест Писания не говорит о помазании стража, как Исайя 62 глава «На стенах твоих Иерусалим». Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Мы были на стенах Иерусалима возле Западной стены, когда Дух Святой сказал мне нечто невероятное. Он сказал, как ты стоял со мной во время моих выборов на Земле Завета, так и я буду стоять с тобой ради перемен во время президентских выборов 16-го года. Ты написал книгу. Не случайность, что эта книга вышла сейчас. Она называется «Страж Белого дома». Почему именно сейчас послание этой книги настолько важно? Сид, я ощутяю, что сейчас мы оказались на кардинальном перепуте. Мы можем пойти в одну сторону, либо в другую. Мы можем снова скатиться к глобальному правлению, связанному с идолопоклонством. И это принесет страдания не только нашей стране, но и другим людям. Или мы можем выбрать кардинально иной благочестивый путь. И тогда все будет так, как того хотят коммунисты и социалисты. Коммунисты и социалисты создадут свой тоталитарный режим. Бог отделил нас как страну для себя. Наши основания Завета были записаны 400 лет назад. Мои предки приплыли на Мэйфлауре под вдохновением от евреев. Они мечтали о том, чтобы эта земля была в Завете с Богом на протяжении всех поколений. Я видел в духе, что Америке предстоит сделать выбор, который может принести либо ужасы, либо благословение для грядущих поколений. Те решения, которые мы примем в это время, те молитвы, что мы вознесем, и те действия, что мы примем, сыграют ключевую роль в исполнении Божьей мечты для Соединенных Штатов Америки. У нас есть лишь два пути. А сейчас я кое о чем расскажу. Ты устроил тур перемен на поезде. Ты назвал этот поезд «Поезд славы», потому что этот поезд должен изменить нашу страну. Ты побывал во всех 50 штатах, чтобы молиться о переменах в стране. А я-то думал, что с Дональдом Трампом покончено, когда раскрыли переговоры в раздевалке на моральные темы. Я-то думал, что ему уже конец, я имею в виду в политическом плане. Но, тем не менее, все продолжается. Нет никаких сомнений в том, что президент Трамп совершал ошибки, как и все мы. Но интересно то, как Бог использовал это. В то время, как мы тыкали пальцем в президента Трампа, Господь тыкал пальцем в нас. Не судите и не судимы будете. Мы видели, как это привело к раскаянию среди многих. Сид — это показывает силу пророчества, силу Слова Знания, которая продолжает работать и в этой администрации. Они открыты для молитвы и пророческого служения. Мы были в Туре, служили небольшой церкви в Вирджинии, женщине, которая была в капюшоне. Мы пророчествовали ей. И, к моему удивлению, я увидел, как открылись двери Белого дома, и она зашла туда. Мы поддерживали с ней контакт, и она позвонила мне, когда новости начали вовсю рассказывать о записях из раздевалки, прямо перед выборами, чтобы саботировать попытки Трампа победить Хиллари Клинтон. Она позвонила нам снова и сказала, «Я бы хотела, чтобы вы приехали и помолились в штабе Трампа». Я спросил, «В Вашингтоне?» Она сказала, «Нет». «Я бы хотела, чтобы вы помолились в штабе Трампа в Нью-Йорке. Я работаю здесь». Она серьезно приняла это пророчество, далее села на поезд Трампа, ее отправили в Нью-Йорк, и мы приехали в Нью-Йорк, прокатились на золотом эскалаторе, а затем и на золотом лифте. Это было нечто удивительное и уникальное. И мы молились словами из той же книги, из Даниила 7 главы, 22 стиха. Мы просили Бога подтвердить вердикт и дать перемены по молитвам многих святых. И через неделю мне позвонила подруга. Она сказала, «Ты видел новости?» Новости изменились. И не смотрят ни на что. Трамп победил. Мы видели, как это было и с Нетаньяху, а теперь то же самое было и с Дональдом Трампом. Как было в Израиле, так же случилось и в Вашингтоне. Эти божьи люди приняли оправдание для себя. Бог исполняет свои обещания. Это точно. Позже эта женщина позвонила нам и попросила нас приехать помолиться снова. Я сказал, «Конечно». А где вы теперь? Она сказала, «А теперь я работаю в Белом доме». Она пригласила нас, чтобы помолиться с ней в Белом доме. Я поражаюсь тому, как Бог исполняет пророческое слово. Ты даже не мог представить, что в той маленькой церкви женщина в капюшоне потом поведет вас в Белый дом. Расскажи нам о пророческом слове, которое ты получил в 17-м году. Пророки хотят слышать хорошие новости, но я услышал совсем не то, что хотел. Когда мы молились за стражей, за Вашингтон, Дух Святой сказал нам, что к 20-му году мы переживем череду полночных кризисов. Он напомнил нам 25-ю главу Матфея. Мы видим там полуночный кризис. Невеста уснула, но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. У нас было революционное собрание в Международном отеле Трампа в 2019 году. Это было на Новый год, и это было чудесное время. Мы молились о том, чтобы слава Божия вернулась в нашу страну, чтобы явное присутствие Божие наполнило сердца людей. 31 декабря Дух Святой пришел в невероятной силе. Мы молились за людей, и всюду люди плакали, лежали на полу. Они переживали Бога лично. Это было явное нахождение Бога. Мы все были буквально захвачены. Вы вкусили славу, которая может сойти на нас сегодня. А вскоре после этого ты получил слово, которое сегодня слышали уже все. Да, мы думали о том, чтобы отправиться с ним в поездку, потому что многие годы молились об этом. Мы пережили невероятную славу Божию и изменились навеки. Мы хотели, чтобы огонь горел и дальше. Мы молились, и Дух Святой сказал «место убежища». Место убежища. Я сказал об этом своей жене Джолин. Я думал, что она скажет «это все ты, давай двигаться дальше». Но вместо этого Господь показал ей место в книге Исаии, где сказано «запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Мы поняли, что Бог не просто так говорит о месте убежища. Мы отменили все. И буквально через некоторое время, но об этом не говорили в новостях. Это было лишь в Божьих новостях. Это было в Божьих новостях. На первой неделе января об этом не было новостей. Масштаб кризиса от коронавируса поняли лишь через несколько месяцев. Через какое-то время. Ты собирался в отпуск, когда услышал слово об убежище. Мне кажется, Бог пытался защитить тебя, подготовить к предстоящему. Ведь так, да? Теперь, когда вы услышали о всех дарах, в которых действует этот человек, вы бы хотели услышать Божий вердикт для наших следующих президентских выборов? Мы скоро к вам вернемся. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Джон, ты видел 20 пророческих вещей. Мы уже говорили о пророческих дарах, в которых Джон действует вместе со своей женой. Это 20 вещей, которые исполнятся в первой декаде 2020 года. Расскажи нам о двух из 20 этих вещей. Первое. Я верю, что Бог поднимает стражи Белого дома. Он сказал мне, что для того, чтобы мы обеспечили желание небес для президентских выборов 2020 года, должны мобилизоваться духовные революционеры, чтобы молиться и действовать. И одна из главных побед, которую Бог желает видеть в нашей стране, это конец и полная отмена абортов, спонсируемых государством. Я увидел, как Господь ударил молотком. Я буквально ощутил, как земля затрепетала. Я ощутил землетрясение. Дух Святой сказал, зовется смертью, и адом аннулирован. Я понял, что эта победа, которую провозгласил Бог, переведет нас от завета со смертью, культуры смерти, которую мы видим сейчас, к завету жизни, который придает сил к культуре жизни в поколениях. Это завет жизни во Христе Иисусе. Что Бог открыл тебя в отношении президента Трампа. Это одно из твоих пророчеств для 20-го года. Я получил настоящее предупреждение. Я хочу еще раз сказать, что это одна из главных причин, почему мы написали эту книгу. Она называется «Стражи Белого дома». Мы хотим, чтобы вы стали молитвенным стражем. На емкий пур 19-го года Дух Святой дал мне видение, которое представляло Божий вердикт для президента Трампа и нашей страны. Я увидел президента под водой. Ему было тяжело, сит, тяжело подняться на поверхность. Я услышал в духе, они пытались надавить на него, но это не сработало, и тогда они решили выбросить его за борт. В конце видения мы смогли разрушить оковы с помощью молитвы. Президент поднялся на поверхность и начал хватать воздух. Я услышал, как Господь сказал «это воскресенье Дональда Джона Трампа». Он не сказал «президента Трампа». Он сказал «Дональда Джона Трампа, человека, исцелен, восстановлен и укреплен». Я понял, что Господь желает посетить президента, чтобы даровать ему исцеление от травм, которые нанесла ему оппозиция. А она питается от демонического мира. Мы знаем, что Бог хочет дать президенту Трампу новое начало. Но мы также получили предупреждение о попытке убийства. Силы тьмы нацелились на президента Трампа. Они пытаются убить его характер. Если это не сработает, то они могут попытаться убить его буквально. Убить президента Соединенных Штатов Америки. Согласно этому пророчеству, будет ли он президентом, который продержится два срока? Я скажу «да». Но я также скажу, это зависит от вас. Не только от ваших голосов. Все должны голосовать по совести на этих выборах. Но это также вопрос вашего ходатайства, ваших молитв за президента Трампа. Ваши молитвы за администрацию могут повлиять на чашу весов на этих выборах. Так что выбор за вами. Я не могу позволить себе уйти, не рассказав вкратце о видении небес. Что это было? В прошлом году у меня был пророческий опыт. Библия и книга Откровения рассказывают о том, что Божий престол окружен морем стекла. И во время этого пророческого опыта я пробился через море стекла. Я поднял голову над водой и увидел Иисуса в величии, во славе и в ярости. Он сидел за огромным столом. А на этом столе лежали кучи помятых бумаг. И эти помятые бумаги представляли собой приглашения, повеления и наследия, которые отверг его народ. Я увидел, как Господь взял одну такую бумажку и положил на море стекла. И приглашение было восстановлено. Но самое удивительное проявление восстановления состояло в том, что Господь послал их от всего сердца, а люди отвергли их. Но Господь дает многим еще одну возможность, чтобы отреагировать позитивно на все его приглашения. Поэтому в этой декаде вам нужно слушать голос Духа Святого и не отвергать его. Но приглашение на что? Даже просто познать его и спастись. Вот о чем речь. Я хочу, чтобы ты вкратце помолился за наследие, приглашение и призвание. Эти призвания все еще живы. Для Бога нет ничего невозможного. Так что молись. Да. Кроме того, если вы не примете этого, это может кардинально повлиять на ваше поколение. Мы должны принять благословение, которое дает Бог. Отче, во имя Иисуса, мы приходим в Верховный суд Царства Божьего и просим восстановления этих приглашений, согласно видению, которое ты дал мне. Мы юридически публикуем их. Мы провозглашаем, что там, где они были смяты и выброшены, ты забрал их и вернул к своему престолу. Ты возобновляешь их сейчас. Господи, мы провозглашаем возобновление этих приглашений, этих повелений, этих наследий во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, Отче, что несмотря на то, что враг пытался захватить наследие этой страны, ты запретил ему и высвободил святых для того, чтобы они обладали царством. Наследие этой страны будет ярким светильником в этот момент истории во имя Иисуса Христа. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Роберт Хендерсон. Посреди множества споров об учении и процветании, факт остается неизменным. Верующим нужны финансовые ресурсы для того, чтобы продвигать Божье Царство. Мы должны понимать силу перевода финансового богатства во влияние ради Царства. Присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом, чтобы дать отпор врагу в своих финансах и высвободить сверхъестественный избыток небес. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт «Уже сегодня». Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купюю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.